Sprinkletool – инструмент для быстрой рисовки леса. Если вы работаете над картой с открытым миром, то рано или поздно потребуется рисовать траву и лес. Чтобы этот процесс не превращался в монотонную установку каждого дерева по отдельности, был придуман такой инструмент, как Sprinkletool. Внимание! Данный инструмент доступен только в Hammer для CSGO. По дефолту инструмент ничего не может. Для того, чтобы он заработал, вы должны создать текстовый файл по следующему адресу. А затем вставить в него самый простой шаблон, который можно найти на WealthWiki. Теперь можно рисовать траву, причем на любой поверхности, будь то дисп или обычный браш. Давайте разберем, что означает каждое переменное окошко Sprinklet. Первое. Type. Имя шаблона. Это может быть рисование травы, деревьев, камней, да чего угодно в принципе. Второе. Mod. Режим рисования, добавления, вычитания, замена, перезапись на том же месте другой моделью. Если зажать клавишу Ctrl и левый клик мыши, режим рисовки будет отражен. Все нарисованные модели по умолчанию исполнены в ProbStatic. Третье. Использовать плотность сетки из файла шаблона или произвольный радиус. Четвертое. Использовать случайные направления и каждой нарисованной модели. Теперь о том, как создать собственный шаблон. Это название шаблона. Здесь указывается, каким проб объектом будут рисоваться модели. Параметр Grid указывает стандартный радиус между моделями. А ниже ее расположение. Моделей может быть сколько угодно. В текстовый документ можно добавлять свои переменные, такие как размер или цвет модели. Все, что можно в смарт-режиме подсмотреть у проб объектов. Чтобы добавить новый шаблон, достаточно просто скопировать уже имеющийся и дописать в конце файла новый. Для корректной работы новых шаблонов следует перезагрузить хаммер. Внимание! Мы не советуем вам рисовать траву через PropStatic. В некоторых случаях можно обойтись в простой entity PropDetail, радиус рендера который можно прописать в EnvDetailController. На этом все. Спасибо за просмотр.